Итак, здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас среда, 9 октября. Давайте посмотрим на графики евро и фунта и поговорим о дальнейших перспективах движения. Видим, что вчера несколько раз европейская валюта отталкивалась от уровня 0,979. Были здесь покупатели, даже несмотря на то, что важная фундаментальная статистика отсутствовала, но в целом неплохие показатели по тому же изменению объема промышленного производства в Германии, что было довольно удивительно. Мы смогли сохранить спрос на евро, но длился он недолго. Очевидно, что акцент был смещен у нас на выступления представителей Федеральной резервной системы и говорил о том, что если они будут делать акцент на недавние данные рынка труда и на, соответственно, более скромные и сдержанные изменения в денежной критной политике в будущем, то это окажет поддержку американскому доллару. Так и произошло. Многие представители отметили, что теперь риски инфляции и рынка труда в целом сбалансированы и, очевидно, торопиться с новым снижением процентных ставок никто не будет. Поэтому, скорее всего, о ноябрьских сразу 0,5 пункта можно забыть. Скорее всего, ставка будет снижена на четверть и это в лучшем случае. Что, собственно, касается британского фунта. Он также отреагировал некоторым движениям, но мы видим, что торговля сохранилась в рамках бокового канала с довольно неплохой перспективой дальнейшего падения. Поэтому пока говорить о каких-то серьезных целях покупателей преждевременно. Но прежде чем разобраться с технической картиной, давайте с вами посмотрим в экономический календарь и поговорим о том, что ждет нас сегодня. В первую половину дня выходит сальдо баланса внешней торговли Германии и ровным счетом больше ничего нет. Выступление представителей ЦБ Элдерсона запланировано, но вряд ли оно как-то повлияет на расстановку сил в рынке. Поэтому, скорее всего, акцент будет смещен на вторую половину дня, где публикуется протокол заседания Федеральной резервной системы. Но стоит понимать, что большой важности он не представляет, так как все-таки ситуация сейчас у нас изменилась с тем же рынком труда. На нем условия улучшились и то, что было в начале еще сентября этого года, и о чем говорили представители Федеральной резервной системы, об этом мы узнаем в протоколе, будет носить меньшую важность, чем недавние данные. Поэтому сильно обращать внимание на протокол не следует. Кроме этого, выступают у нас и Рафаэль Бостик, и Ларри Коган, и Гулсби, и Баркин. В общем, много-много представителей Федеральной резервной системы сегодня будут давать интервью. Но, опять же, как я уже и говорил, на протяжении всей недели сдержанные взгляды политиков, а они уже прослеживаются, наверняка будут приводить к укреплению американского доллара и к падению евро и британского фунта. Так что на это обращайте внимание. А учитывая, что никакой другой важной фундаментальной статистики нет, то, скорее всего, либо мы останемся в рамках боковых каналов, как это было два последних дня, либо все-таки доллар начнет укреплять свои позиции в продолжении тенденции, наблюдаемой у нас еще с прошлой пятницы. Что касается теперь непосредственно технической картины. Часовой график евро-доллара. Есть 0.979. За него продолжает развиваться борьба. Теперь сегодня на арену должны выйти продавцы. Вчера покупатели несколько раз пытались, но в итоге медведи забрали этот уровень. Теперь нужно его защищать. Ложный пробой 0.979. Точка входа на продажу. Идем 0.952. Прорыв с обратным тестом открывает нам дорогу 0.916. 0.884. Где посмотрю покупки на оскок с движением 25-30 пунктов. Длинные позиции 0.916. От 0.952. Конечно, только после формирования ложного пробоя. Ну а если активность медведя на 0.979 отсутствует. Прорыв с обратным тестом. Все это придет движению на 0.1011. И затем на 0.1047. Где продаю на оскок с движением 25-30 пунктов. Короткие позиции от 0.1011. Как и от 0.979. Конечно, только после формирования ложного пробоя. Что касается британского фунта. Здесь, в общем-то, история, как и вчера. Ложный пробой 0.3109. Сигнал на продажу. В случае снижения защита от 0.3066. Новые поддержки с ложным пробоем. Сигнал на покупку. Если медведи не проявляют активность на 0.3109. Скорее всего, пара зависнет в рамках бокового канала. Прорыв с обратным тестом этого диапазона. Откроет нам дорогу на 0.3152. И, быть может, даже 0.3190. Где посмотрю продажи на оскок с движением 35-40 пунктов. Короткие позиции. 0.3152. 0.3109. Только после формирования ложного пробоя. Ну, а если покупатели не проявят активности. На 0.3066. Медвежий рынок продолжится. И мы увидим наверняка 0.3033 и даже 0.303. Где посмотрю покупки на оскок с движением 25-30 пунктов. Ну, а от 0.3033, как и от 0.3066. Буду открывать длинные позиции только после формирования ложного пробоя. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok